Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Познаем Западную Армению, провинция Арганамаден. Церковь Сургеворг в Харберте на грани уничтожения. Отдел армяноведения Зальцбургского университета содействует изучению армянского культурного наследия Арцафа. Фестиваль авторских фильмов Роберта Гетегяна во Франции. Инициатива «Будущее армянское» в Ахалкалаке. Фигаро посвятил декабрьский номер истории армянского народа от давних времен до 44-дневной войны. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Провинция Арганамаден находится в Виллаэте-Тигранакер, Западной Армении. В 1885 году, когда завершилось формирование внешних границ Виллаэта-Тигранакер, провинция была передана из Харберта Тигранакерту. Административный центр – город Арганамаден. Часть провинции – горная и лесная, с сухим и теплым климатом. Большая часть богата многочисленными подземными минеральными ресурсами. В провинции было множество церквей и монастырей. Большую известность имел Сурб Нышан, где хранились также семь рукописей Барцрах-Хаят, Сурб Астватцацин, которые действовали до геноцида, совершенного против армян. В средневековье монастырь Сурб Нышан был центром армянского рукописного письма. Еще одним знаменателем местом паломничества провинции был знаменитый Барцрах-Хаят, Сурб Астватцацин, который был знаменитым центром армянской письменности. В провинции Арганамаден действовали две армянские образовательные школы. До совершенного геноцида против армян в провинции насчитывалось почти 25 тысяч армян. Провинция была известна своим отборными винами и высококачественным виноградом. Годы геноцида против армян из Органомадена подверглись депортации и массовому истреблению армянское население. Еще в 1919 году несколько сотен армян, переживших геноцид, вновь вернулись на родную землю. Однако, не выдержав суровых условий жизни, одна часть была вынуждена окончательно ее покинуть, а другая, сменив веру, осталась на родной земле. В Западной Армении в очередной раз констатируют потери культурного и материального богатства, как в годы геноцида, так и после него. Церковь Субгеворг, находящаяся в одном из центральных районов Шахина города Харберт Западной Армении, будучи зарегистрированной как историко-культурная ценность, находится под угрозой уничтожения. Церковь Субгеворг построена в VI веке. В книге «Жизнь восточных святых», написанной Жаном Эпесом, в 688 году упоминаете как Хула, позже именуете как Хулеванг. В XV веке монастырь был знаменитым письменным центром. В рукописной книге, написанной в 1443 году архиепископом монастыря Георгом Великим, говорится, что монастырь был заброшен во времена Ленгтэмура, а позже монахи восстановили его. Церковь сохранилась до наших дней. Жители района, отмечаясь, в прошлом церковь имела огромный сад с большим количеством деревьев, сейчас остались только стены монастыря. Церковь неоднократно подвергалась грабежу кладоискателей. В Университете Париж-Лодран Австрия-Зальцбурга Центр исследований христианского востока под руководством Аравина Веда Ясмин Дум-Тарагут в рамках первого грантового конкурса, посвященного духовно-культурному наследию Арцаха, предоставили пять грантов молодым ученым. Цель программы – стремулировать исследования молодых ученых по истории, культуре, археологии, искусству, а также историко-культурным памятникам Арцаха, способствовать изучению армянского культурного наследия. Все пять поощренных исследований из Армении, представляющие различные научно-исследовательские учреждения. Исследовательские проекты будут осуществляться в тесном сотрудничестве с отделом армянного ведения Зальцбургского университета с экспертами и научными консультантами. Результаты в виде научных докладов статей будут обобщены в конце следующего года также в Зальцбургском университете. Кинотеатр Синедебат Ситоянс приглашает вас на второй фестиваль авторских фильмов, посвященный творчеству Роберту Гетикяна, который пройдет с 6 по 16 декабря. Представляем вам список фильмов по дням. Вторник, 6 декабря. Драгинян в аудитории Шабран. Среда, 7 декабря. Врелюш и Сен-Рафаэль в кинотеатре Лев Окс и Лелли Лидо. Четверг, 8 декабря. Лор, кинотеатр Джеки Матеви. Пятница, 9 декабря. Салер, кинотеатр Ла Томет. Вторник, 13 декабря. Сент-Максимин, Перекресток искусств. Четверг, 15 декабря. Тулон, Телеграф. Пятница, 16 декабря. Драгинян. Аудитория ДПВА. Агломерация. Инициатива «Будущее армянское» провела свою первую информационную встречу в Ахалкалаке с целью проинформировать жителей о регистрации и участии в конференции, которая состоится 10-12 марта 2023 года в Ереване. На встрече присутствовала молодежь из района Вахалкалаке и Нинанцеминда, представители неправительственных организаций, деятели культуры и прочие. «Будущее армянское» – общественная инициатива, стартовавшая со стороны армянства всего мира и друзьями Армении, с целью формирования устойчивого развития между родиной и депортированными армянами. Инициатива уже объединила более 110 тысяч сторонников из 108 стран мира. При участии экспертов и общественности «Будущее армянское» сформулировало 15 общеармянских инициатив. Для каждого совершеннолетнего армянина, готового принять участие в создании будущего родины депортированных армян, форум создает прекрасную возможность донести свое мнение, принять участие в обсуждении и составить пакеты предложений, направленных на достижение поставленной цели. Для участия в первом всеармянском форуме необходимо всего лишь заполнить заявку на участие, отправив ее по электронной почте. Знаменитое французское издание «Фигаро» посвятило декабрьский номер своего журнала «Фигаро. История. История армянского народа». На обложке журнала фотографии известного французского фотографа армянского происхождения Антуана Агуджана. Армения, подвергшаяся испытанию истории народ, трагедии и надежды, в котором затрагиваются различные страницы истории Армении с давних времен до наших дней, а также последствия войны, развязанной Азербайджаном на Горном Карабахе. В журнале имели место работы различных фотографов разных времен. Автором текстовой части являются как армянские, так и зарубежные знаменитые историки. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических и общественных событиях правительства, а также дает возможность поближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Вестер Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Вестер Армении ТВ Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok